Привет и намасте, друзья! Всем привет! Вы снова на канале Вкусная Индия. С вами Ирина. Я Амир. В нашем сегодняшнем выпуске вы узнаете, насколько честные люди в Индии, а также, можно ли есть уличную еду. Ем ли я ее вообще или нет? Как ты думаешь? Можно ли есть уличную еду? Можно, можно. Можно? Ну хорошо. Усаживайтесь поудобнее, берите какие-нибудь вкусняшки к чаю и приятного просмотра! Друзья, наконец-то сегодня у нас солнечный день, и это первый день за последние две недели, когда нет дождя. Сегодня у нас отличная, можно сказать, погода, но опять вдалеке вижу темные тучи. Я не знаю, может быть, ночью опять будет дождь, потому что вообще официальный сезон дождей уже давным-давно прошел, но вот в Дели он никак еще не уходит от нас. До сих пор заливали дожди. Но слава богу, сегодня солнышко, и поэтому у меня отличное настроение. Да, иначе везде мокрое-мокрое, да? Да, везде было все мокрое, но сейчас вот наша дорога уже просохла. Да. А так вот сейчас у нас Дели зеленый, свежий после дождя, правда высокая влажность. С того момента, пока Индия убрала все ограничения и локдауны, в нашем микрорайоне чуть ли не в каждом доме на первом этаже открылись какие-то киоски, магазинчики, различные салоны красоты. Ну, это громко сказать салоны красоты, какие-то парикмахерские, офисы. То есть люди используют возможность заработать сейчас, как только у них позволяет фантазия. Здесь везде жалюзи, значит, будут открываться либо офисы какие-то, либо магазины. Вот опять-таки это офис недвижимости, аренда, продажа. Опять-таки еще один офис с недвижимостью. Покупайте, арендуйте все, что угодно. Салон красоты номер один. Уже несколько было до этого пропустили. Какой-то фруктовый овощной киоск. Но мы здесь никогда и овощи не покупаем. Еще один типа салон красоты, но можно сказать парикмахерская. Видно, что только для мужчин. Новенькая еще. Все сияет, блестит. Даже дерево не убрали. Магазинчик, ну точнее продуктовый киоск. По ту сторону тоже. Вон полно этих киосков различных с продуктами, с овощами, с фруктами. Салон красоты. Здесь еще один продуктовый киоск. То есть, вот как я и говорю, на каждом шагу пона открывали один киоск. Второй киоск. Аптека. Здесь сколько аптек? Еще по соседству аптека. А, нет, это салон красоты, опять-таки. Вот, салон красоты. Кафешки. Это кафешка с индокитайскими блюдами. Момосы, лапша китайская. Вот здесь еще одно кафе. Ну, точнее, кафе на вынос. Здесь называется Муглэйч. Здесь продают и мамосы, и китайские, и индокитайские блюда. И опять-таки здесь вот магазины прямо на каждом шагу. И снова киоски, киоски какие-то продуктовые. А здесь, кстати, чистят одежду, драйклина, химчистка. Вот так вот. И киоск опять-таки продуктовый. Ну, продуктовый, это здесь все можно для дома купить. А здесь ее строительство. Кстати, у нас меняют ворота. Скоро сюда не зайти, не заехать без пропусков. И тогда никто не будет просто так заезжать сюда. Ну вот, вышли из нашего микрорайона. Здесь у нас улучшили, можно сказать, улицу, улучшили дорогу. По крайней мере, вода больше не застаивается, но зато сейчас сюда приезжают авторитши и начинают парковаться, где попало. Ну и понятно, это перенаселенная улица, густонаселенная, можно сказать. Здесь вот портной какой-то сидит, подрубит вам одежду и все прочее. Открылось очень много киосков. Если раньше они все были закрыты, либо же просто не работали сейчас, каждый клочок земли, каждый первый этаж весь переоборудован под какие-то киоски. О, даже какое-то кафе открыли. Шавая World. Что это Шавая World? Что здесь продают? Это муглай кузин. Ага, здесь продают, в общем, североиндийские блюда, биряне, наверное, продают. Здесь готовят биряне в таких горшках и тут же продают их. Здесь у них опять-таки на вынос, но по соседству есть кафе. А, пусто, уже ничего не осталось. Японцы биряне? Мурадабады? О, е? Хайдрабады. Ага, это красные биряне, хайдрабадские биряне, а белые биряне, мурадабадские биряне. Кит на кае? 200 рупий за килограмм, в общем, и тех, и других биряней. А, и листовку нам дали. Амир здесь как-то пару раз покупал. Здесь вот у них есть и показано, какие блюда у них, и курица еще есть. В принципе, у них и доставка на дом тоже есть. Ребята, я покупал здесь биряне один раз и вакуруется хорошо. Да, в принципе, они готовят с утра и до обеда. Вот сейчас у нас время сколько? Три с половиной, около четырех часов. И до обеда они полностью распродают два своих вот этих вот казана, или как их называют, две свои большие кастрюли. То есть они после этого уже не готовят. У них только потом остаются какие-то подливки, курица с подливкой, поница с подливкой. В таких местах мы иногда заказываем, они привозят вам на дом, потому что недалеко с доставкой ничего не берут. Так что уличную еду можно есть, но нужно знать, где вы едите, насколько качественно она приготовлена. Но в таких местах, в принципе, я не брезгую есть, потому что это готовится, ну, можно сказать, что при вас. Сейчас также здесь открыли очень много магазинчиков с одеждой. Причем, имейте в виду, здесь уже более популярна не индийская одежда, а современная европейская одежда, дизайны, тренды. Тапочки всякие продают. О, какие интересные тапки. 200 рупий всего стоит. Смотри, с цветами, а? 200 рупий. Друзья, мы хотели купить бананы, и сейчас нет у вас дороги. Да, они обычно на тележку ходят, вот на этой дороге часто продают различные фрукты, но я не знаю, почему сегодня вообще каких-то фруктовых тележек нет. Посмотрим, может быть, найдем, может быть, нет, как удача повезет нам. Да. Вижу, фрукты продают, все же есть фрукты. Фруктовые соки вам делают, апельсиновые. А вот бананы, ну, здесь можно купить, или вон даже повозка подальше стоит. Давай спросим здесь, сколько бананы стоят. Говорят, 50 рупий за 12 бананов. Решили взять 12 бананов. Если вы покупаете с таких лавок, то они не на вес продают, а поштучин. То есть 6 бананов и 12 бананов. Дюжина. Также у них есть здесь папайя. Ой, папита киднакахэ? 60 рупий за килограмм за папайю. Здесь еще одна кафешка на вынос. Здесь при вас прям готовят. У них есть различные фраты. Фраты это лепешки, начиненные различными овощами. Можете посмотреть у нас на канале. Также здесь есть подливки с курицей, с различным паниром и все прочее. Кстати, этот киоск работает аж до 12 часов вечера. Так что с утра до вечера. И рис у них вот так вот. Он уже еденький, и рис тоже есть. А это овощи. Так что в таких местах вы можете спокойно заказывать и не переживайте, можно перепустить, с вами не будет ничего. Вот сейчас они будут делать прата. А сейчас он будет делать картофельную фрату. Вот там у него начинка. Мастерский как делает. Сейчас он, видимо, несколько прат делает одновременно. Но, честно говоря, это все свежее. Вот, допустим, они вам не будут давать уже залежалые вещи. Они потом их термическую обработку пройдут. О, в муке валяли. Кстати, эти все праты сделаны из цельнозерновой муки. То есть это не мука высшего сорта. Вот кому-то делает две праты. Сейчас он их раскатает. О, толстые праты, да? Посмотри-ка. Ой, порвалась, порвалась. А я думала, что только у меня. А я думала, что только у меня праты рвутся. Нет, у них тоже праты, видимо, рвутся. А, ну вот, сейчас он ее будет обжаривать. И топленым маслом сверху поливает. Ну, я тоже предпочитаю с топленым маслом. Но иногда добавляю растительное. Но топленое масло вкус хороший, приятный придает. Давно, кстати, праты мы не ели с Амиром. О, вкусно пахнет. Как я люблю праты. Это, наверное, на заказ, потому что у них и фольга лежит. Все, вот сейчас эту прату в фольгу заверну. В общем, так и вторую прату он будет делать. Вот так. Такая картофельная прата у них стоит 30 рупий. Так что можно, если проголодались, даже перекусить. All right. Thank you so much. Друзья, вот по поводу честности в Индии. Сейчас, пока мы шли обратно, я увидела, что молодые люди в своем киоске делают праты. И решили остановиться, показать вам. И представляете, Амир забыл... Забыл. Забыл взять бананы, которые мы купили, за которые мы заплатили. Мы уже ушли далеко от продавца. И тут, получается, продавец бежит. Сэр, сэр, вы забыли бананы. Вот представьте, мы уже далеко ушли, совсем из головы вылетело. Амир такой идет, вообще весь спокойный, в руках ничего нету. И все, и бананы забыл. Ну вот, видите, продавец не обманул ничего. Он говорит, вы же заплатили за ваши бананы, поэтому пришел, добежал до нас и обратно отдал бананчики. Так что сейчас будем дома есть бананы. Еееее. Друзья, дома мы не будем готовить бирианы, и сейчас мы решили купить бирианы. А, ну вот опять-таки в том магазине, который мы вам показали, потому что Амир говорит, что есть там можно, что это нормальное, да? Да, нормальное. Сколько купим, полкило? Полкило, да, нормальное. Полкило это достаточно большая тарелка. Но сейчас вот я тоже потом дома попробую, вкусные они или нет. На самом деле такие, как не хвалишь или нет. Да, давай купи. Они запаковывают в такие пакеты. Они внутри сохраняют температуру, то есть там, видимо, фольга, либо еще что-то. Потому что пока вы до дома донесете, они будут горячими оставаться. Вот сейчас взвесит. Почти полкило. Это Мурдобаде бириане, да? Это Хайдробаде бириане. Хайдробаде, да? Красные. Ну вот, так что дома сейчас перекусим бириашки. Прямо напротив бириане здесь еще есть один киоск. Здесь делают сладости и самосы готовят, а также готовят чай. Десять рупи, одна штучка самоса. Самосы это такие треугольнички теста, а внутри картошка со специями. Иногда мы покупаем, но в этом киоске ни разу не покупали. А он самосы тут как раз-таки делает. Вот такие треугольнички. А, это картошка с фаниром. Ой, как он быстро лепит. Некоторым девушкам еще поучиться надо так хорошо готовить. Как он готовит? Угу, уже я в питне салу с самосы я буду саре. Да, да, саль. О, десять лет он вот так вот самосы лепит. Вот так вот. Ну, самосы, конечно, выглядят отличненько. А там он раскатывает самосы, тесто на самосы, и потом их режет на две части. А тут получается, он их вот так вот уже заворачивает с начинкой. Клево. Да, самосы тоже я люблю. Ты любишь самосы? Да. Вот, а он здесь жарит. Мальчик этот жарит самосы. Друзья, прекрасная погода. Мы давно не гуляли, в основном все погода. Какая красивая, да? Ну что же, настало время попробовать наши биряне. Точнее, не наши биряне, а биряне из киоска. Насколько они вкусные. Вот за такое вот количество биряне с курицей мы заплатили всего 100 рупий, что эквивалентно 100 рублям. Ну, надо попробовать теперь, как на вкус. Если обратите внимание, здесь у нас рисинка к рисинке. Они вообще не склеены. Этот рис не склееный. Рассыпчатый. И выглядит достаточно хорошо. Кстати, очень ароматный. Попробую сейчас. Мне нравится. Кстати, очень свежие биряне. Вкусные. Конечно, масло немного больше, чем я бы, допустим, положила. Потому что они делают с большим количеством масла, чтобы биряне были более насыщенными, более тяжелыми. А по вкусу отлично. Не остро. Специи в меру. И плюс они добавляют специю, которая называется кевра-вотер. То есть это выдержка из растений, из какого-то. Мы ее не используем при готовке, потому что у нас дома ее нет. А они вот добавляют отменный вкус. Так что я вот ем, и мне нормально. Я ем уличную еду. Бывает, что на улице прям могу самосы какие-то съесть, либо еще что-то. Я не переживаю за то, что со мной что-то случится, потому что готовят при мне. Это все горячее, приготовленное в масле, на огне. Так что я уверена в том, что этот продукт качественный, и что там все бактерии, если даже они были, умерли. Мне очень нравится индийская еда. И не только приготовленная мной, но и даже иногда купленная на улице в маленьких киосках. Пробуйте ее. Ну, конечно, смотрите, чтобы была приготовлена только при вас. Приятного аппетита! Друзья, я очень люблю уличную еду, и мы ее не едим часто. Да, ну, иногда можно. Я думаю, что ничего с нами не случится, если один раз в несколько недель, или там один раз в месяц мы съедим что-то на улице. Правда, нужно смотреть, как это готовится, кем это готовится, и что это приготовлено прям непосредственно перед вашими глазами. Так что пробуйте, экспериментируйте. Добро пожаловать в эту прекрасную, необычную, удивительную страну Индию. Если вам нравится сегодня наш видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать последние уведомления о всех наших новых видео. И мы вас очень любим. А на сегодня всем пока-пока!